Продолжение следует... В 2017 год в суде находилось более 40 дел о взыскании с Кукшетау-Жилу задолженностей. Все иски были от предпринимателей, большинство из них выполнили свои обязательства, однако деньги за свои услуги получили через суд. Прямо сейчас рассказываем о последних судебных процессах Кукшетау-Жилу, а также вспоминаем последние громкие скандалы, связанные с госпредприятием. Мониторинг Национальной палаты предпринимателей показал, что государственное коммунальное предприятие Кукшетау-Жилу систематически нарушает договоры на госзакупках. Заместитель директора по правовым вопросам палаты предпринимателей Акмолинской области Шенгэстемир отмечает, что Кукшетау-Жилу – один из самых проблемных объектов в регионе в контексте отношений государства и бизнеса. Проблемой неисполнения договорных обязательств со стороны Кукшетау-Жилу палата предпринимателей Акмолинской области занимается на протяжении нескольких лет. Предприниматели к нам обращаются десятками. Проблема одна – разыгрывается тендер, предприниматель принимает участие, выигрывает, поставляет товар, оказывает услугу, Кукшетау-Жилу впоследствии с ним не расплачивается. То есть происходит следующее – тепловики Кукшетау заключают договоры с предпринимателями, получают услуги и товары, а после не платят по счетам. Так, в период с 2016 по 2018 год в судах первой инстанции находилось 41 дело о взыскании задолженностей с госпредприятия Кукшетау-Жилу. Из них 34 заявления суд удовлетворил полностью или частично. Если было 41 дело о взыскании задолженностей, 34 из них суд так или иначе удовлетворил. Значит, можно говорить, что большая часть предпринимателей из этого списка добросовестно выполнили свои обязательства. Однако деньги за свои услуги в полном объеме смогли получить только через суд. Почему так происходит? Почему коммунальщики сразу не выполняют свои обязательства, спросите вы? Этим вопросом озадачились и сами участники госзакупок. Сами же тепловики ссылались на временные финансовые трудности. По крайней мере, такой ответ они прислали предпринимателю, который, к слову, уже вернул свои деньги через суд. Кукшетау-Жилу не отказывается от принятых на себя обязательств в части оплаты по заключенному договору о государственных закупках товаров. Однако на сегодняшний день на предприятии сложилось крайне тяжелое финансовое положение. Единственной статьей дохода предприятия является сбор денежных средств за потребленную тепловую энергию. Однако денежные средства поступают крайне нестабильно, что не позволяет произвести погашение задолженности в кратчайшие сроки и в полном объеме. Между тем, в 2018 году общественность узнала, что тепловики Кукшетау, они же монополисты, выставляли горожанам незаконно завышенный тариф на тепло. Прокуратура выявила незаконный доход в 1 миллиард 300 миллионов тенге. Этим летом Кукшетауский городской суд вынес приговор руководителям по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Подсудимые оштрафованы и лишены права работать на госслужбе. И это не первый скандал. В 2013 году исполнявший обязанности гендиректора был задержан по обвинению в растрате бюджетных средств. Тогда Финпол выдвинул версию, что тепловик распоряжался бюджетными деньгами, как ему вздумается. Например, руководитель списал 2-х миллионную задолженность одной частной фирме взамен на дорогую мебель. Получается, что на протяжении 7 лет мы наблюдаем, как организация, первое, не справлялась качественно со своими обязанностями, если имело место быть завышение тарифов. Второе, была фигурантом громких скандалов. И третье, недобросовестно выполняет свои обязательства перед бизнесом. Эксперты из палаты предпринимателей Акмолинской области считают, что госпредприятие Кокшетау-Жилу погрязло в долгах из-за ошибок руководства и неправильного менеджмента. И к ответственности пора привлекать администрацию города. В 2018 году прокуратура Акмолинской области провела проверку. Выявила, что общий размер кредиторской задолженности Кокшетау-Жилу составил порядка 1 миллиарда 400 миллионов тенге. Кроме того, было установлено, что Кокшетау-Жилу выделяемые субсидии на снижение тарифа не применила, не использовала по целевому назначению, а крутила на каких-то депозитах. Размеры тарифов миллиардные, опять же. То есть проблема, наверное, здесь заключается в том числе и в менеджменте. Учредителем Кокшетау-Жилы является Акимат города Кокшетау. Возможно, он не заинтересован, чтобы комплексно решать эту проблему. Может быть, пришло время привлекать должностных лиц Акимата города Кокшетау к ответственности, к материальной ответственности в том числе. Может быть, пора уже Акимату расплачиваться с предпринимателями? А мы хотим сказать, что Кокшетау-Жилу не единственное госпредприятие, которое не выполняет качественно свои обязательства перед средним и малым бизнесом. По данным Министерства юстиции, только в 2018 году у судебных исполнителей находилось 1167 исполнительных дел о взыскании из государственных органов задолженности по договорам в пользу предпринимателей на общую сумму более 9 миллиардов тенге. Также мы хотим отметить, что нарушая договоры, чиновники наносят ущерб не только бизнесменам, но и государству. Ведь невыполнение обязательств влечет за собой недопоступление налогов и других платежей в бюджет. Вот такие грустные пироги. Выводы делайте сами. А мы прощаемся. Подписывайтесь на канал Атамикен Бизнес в Ютубе. Ищите выпуски без откатов. Предлагайте свои темы для обсуждения. Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!